Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами очередной тест-драйв на обзоре вот такой вот тональный крем. Это у нас с вами белорусский бренд Белор Дизайн. Сам тональный крем называется Пати Фундейшн. Вот так вот выглядит наш тюбик. У меня оттеночек 0.7, который называется Беж. Вот эта вот упаковочка у нас идет в объеме 30 мл. Сам тональный крем идет с матовым эффектом. Нам обещают стойкость, свежий внешний вид. Здесь также в составе есть алоэ вера, ультрафиолетовый фильтр, защита от солнышка. И написано, что этот продукт у нас идет без масел, то есть идеален для жирной и комбинированной кожи. Внутри у нас есть вот такая вот запаечка. Все как бы круто. Это значит, что продукт у нас абсолютно новый и им никто не пользовался. Обязательно перед нанесением встряхиваем. Встряхнули. Теперь посмотрим, какой у нас крем внутри. Обычная стандартная упаковка. Выдавливаем. Так, ну оттенок не очень светлый. Действительно такой бежевый. Я не уверена, что мне идеально подойдет, но посмотрим. На запах, ну запаха практически никакого я не чувствую. Совсем-совсем легенький аромат алоэ вера действительно. И как бы все. На запах очень приятен. Претензий по поводу аромата никаких нет. Крем я покупала на сайте Makeup где-то недельку назад по акции за 77 гривен. Сейчас на него цена 90 гривен. И давайте, наверное, зачитаем, что здесь пишут. Классификация Middle Market. Возраст 18+. Сделана в Беларуси. Кстати, объем вот этого тюбика 42 грамма. Я немножко ошиблась. Не 30 грамм, как обычно, а 42. Итак, зачитываю, что указано о нашем продукте. Тональный крем от Belor Design имеет легкую текстуру, превосходно ложится на кожу и хорошо растушевывается. Покрывая лицо равномерным слоем, он скрывает мелкие недостатки, делает цвет ровным и матовым. В формулу не входят масла, благодаря чему не забиваются поры и кожа может полноценно насыщаться кислородом. Экстракт алоэ обеспечивает оптимальное увлажнение, сохраняя максимальный комфорт. С таким тональным средством макияж будет выглядеть превосходно, подчеркивая естественную красоту лица. Я убрала волосы и готова приступать к нанесению. Наносить, как всегда, буду двумя способами. Увлажненный спонж и вот такая вот кисть кабуки от Luxe Visage по номерам 14. На моем лице много всяких недостатков. Акне, постакне, расширенные поры, веснушки, черные точки. И, как вы видите, у меня шея всегда светлее, чем лицо. Лицо у меня идет с таким немного розово-красноватым оттенком. Поэтому всегда подбираю тональные средства под цвет шеи. И, кстати, на моем лице абсолютно небольшое количество легкого увлажняющего крема. В принципе, все. Буду приступать к нанесению. Я растушевала нашу правую сторону. Но я могу сказать, что у этого тонального средства такое легкое покрытие, что его практически вообще не видно на моем лице. Я не знаю, вам на камеру видна какая-то разница или нет. Мне в реальной жизни практически вообще никаких изменений я не вижу. То есть, как был такой цвет, примерно такой цвет и остался. Как-то вообще никакого ни перекрытия, ни ровного тона, ни какой-то матовости пока я вообще ничего не вижу. Очень хорошо заметны все мои недостатки. То есть, этот крем абсолютно ничего не замаскировал. Даже не выровнял мне цвет лица. Как-то так. Может быть, это просто покрытие спонжем так получилось. Посмотрим, конечно, что будет кистью. Может быть, кистью будет более плотненькое покрытие. И будет видна какая-то вообще разница. Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, вот смотрю я на себя, растушевала я и левую сторону, и правую сторону. Какого-то прям результата я, в принципе, не вижу. Результат, ну, очень малюпусенький. Знаете, где-то 3% из 100. Да, что где-то что-то заметно. Но, в принципе, я не могу сказать, что у меня оттенок кожи стал ровнее и красивее. Не могу сказать, что перекрыты мои какие-то недостатки. Нет, их все очень хорошо заметно. Единственное, что кожа смотрится чуть более гладко, чем была до этого. В принципе, все. Я бы сказала, что этот продукт не тональный крем, а скорее как BB крем. Хотя BB, в моем случае, сколько я BB-шек пробовала, то они все немножко плотнее и более заметны. Ну, в плане перекрытия недостатка или там выровнять цвет. Как-то BB крем с этим справляется намного лучше. Я бы сказала, что это DD крем. Вот как-то так. Такое покрытие, что вообще ничего. Я подожду, наверное, минут 10-15, пока наш якобы тональный крем полностью впитается и усядется. Затем вернусь к вам и мы максимально близко посмотрим на мою кожу. Как всегда, соседи стучат, шумят и так дальше. В общем, не переключайтесь. Встретимся минут через 15, посмотрим, что у нас будет. Ну что, мои хорошие, прошло уже 15 минут после нанесения нашего тонального крема. Вот такой вот результат на мне вы можете видеть. Что хочу сказать. Финиш у нас реально матовый. Кожа абсолютно не липнет. Сияние есть, но совсем-совсем небольшое. Такое, знаете, я бы сказала, сейчас на моем лице вид такой, как должен быть у здоровой, нормальной, сияющей кожи. Хотя, я же говорю, липкости абсолютно нету. Кожа на ощупь очень гладкая, такая бархатистая. Прям я немножко удивлена. Хотя при этом тональный крем немножечко оставляет следы. Но при этом, если проводить вот так ручкой по лбу, на руке тональный крем есть, но на лбу следов каких-то проплешин или полосок не остается. То есть, в принципе, по стойкости очень даже неплохо. Но я думаю, что все-таки лишний раз лучше лицо свое не трогать. Вы знаете, сразу при нанесении мне показалось, что этот крем абсолютно никакого результата не дает. Но на самом деле, вот так, если я смотрю на себя, то я могу заметить, что красноту немножечко он замаскировал. Совсем незначительно. Но все же, сейчас оттенок моей кожи смотрится более таким желтоватым. Но сильной какой-то красноты все-таки не видно. Поэтому небольшое какое-то перекрытие, по крайней мере красноты, точно есть. И визуально этот крем действительно выравнивает рельеф кожи. Кожа действительно смотрится более гладкой, более ровной и ощущается действительно гладкость. Я могу с уверенностью сказать, что этот тональный крем дает очень легкое покрытие. Даже если наслоить в 2-3 слоя, этот крем абсолютно не заметен на коже. И при этом дает очень натуральный, естественный вид. В принципе, если вы хотите макияж без макияжа, то этот тональный крем прекрасно для этого подойдет. А сейчас предлагаю вблизи посмотреть на саму кожу. Продолжение следует... Я надеюсь, вам вблизи максимально удалось рассмотреть всю мою кожу. В общем, пользоваться пудрой я пока не вижу смысла. Пока меня финиш на моем лице полностью устраивает. Посмотрим, что будет через 2-3 часа. Я обязательно сделаю включение, покажу вам свою кожу по истечении этого небольшого, но все-таки очень важного времени. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Приятного просмотра. Встретимся буквально через пару секунд. Ну что же, прошло уже ровно 3 часа после нанесения нашего тонального крема. Вот такой вот результат на моем лице сейчас и есть. Сейчас я вам немножечко ближе покажу свою кожу и обсудим, что было за эти 3 часа. Продолжение следует... Я надеюсь, вам максимально все было подробно заметно. Что хочу вкратце сказать. За 3 часа ношения у меня не возникло никаких претензий к нашему тональному крему. Абсолютно. Я его на коже не ощущаю. Кожа моя чувствует себя прекрасно. Дышит. Все как бы хорошо. Не чешется, не печет, не жжет. Не холодно, не жарко. Все супер. В плане того, как смотрится кожа, ну я бы сказала, все очень натурально, очень естественно. Липкости никакой нету. Пудра я так и не воспользовалась, что самое интересное. Прошло у нас 3 часа. Я не могу сказать, что у меня очень сильно блестит кожа, что у меня там, знаете, такой конкретный жирный блеск на лице. Жирного блеска я не вижу. Есть небольшое сияние, но оно очень такое приглушенное и, я бы сказала, натуральное. То есть, какого-то прям потока пота на мне нету. Все как бы хорошо. Пока я ничего со своей кожей делать не буду. Не буду припудриваться, не буду использовать матирующие салфетки. Буду ходить так, как есть. Посмотрим, что будет вечером. В целом, претензий у меня абсолютно никаких к этому средству нет. Но мне все-таки тональным кремом вот этот продукт сложно назвать. Для меня это либо CC крем, либо DD крем. То есть, по покрытию где-то вот так вот. Если вам надо именно средство на ежедневной основе, которое абсолютно незаметно на коже, которое дает эффект макияж без макияжа, то вот это средство просто идеально для этого. Я впервые с таким сталкиваюсь, что продукта абсолютно незаметно на коже. Прям даже в порох не видно. И можно наслаивать прям очень-очень много раз. И все равно лицо будет смотреться очень хорошо. Я два раза наслаивала. Все легло потрясающе. Я уверена в том, что если нанести третий слой, все будет еще лучше. То есть, в плане наслоения этот продукт просто идеально наслаивается. Как бы все супер. Вообще, с этим продуктом я планирую проходить хотя бы 7 часов, чтобы понять для себя, стоит его покупать или не стоит, какие ощущения и впечатления будут за это время. И постараюсь все-таки не пользоваться пудрой за это время, чтобы максимально естественно и максимально точно у нас получился конечный результат. Ну, а пока не переключайтесь. Приятного просмотра. Встретимся буквально через пару секунд с конечным вечерним результатом. Ну что, мои хорошие, вот и снова я. Прошло уже ровно 7 часов после нанесения нашего тонального крема. Вот такой вот результат по истечению 7 часов на мне вы можете видеть. Уже на лбу заметно такое жирное немножечко сияние. Прям такое зеркальное. Но на щеках, в принципе, смотрится очень даже достойно. С этой стороны очень видно, как сияет. Но это сияет мой хайлайтер. Если именно в зеркале, вблизи присматриваться на саму кожу, то какого-то жирного блеска, прям такого сильного я, если честно, не вижу. За эти 7 часов я пудрой не пользовалась. Матирующими салфетками тоже не воспользовалась. То есть вот такой результат по истечению 7 часов. Это очень даже достойно и очень даже круто. Больше всего меня впечатлил этот тональный крем тем, что его абсолютно незаметно на коже. Вот я на себя сейчас смотрю в большое зеркало, вообще не вижу на себе тональный крем абсолютно. Но при этом кожа смотрится, естественно, намного красивее, чем до нанесения тонального крема. Сразу, как только нанесла тональный крем, было ощущение, что вообще ничего не дает этот продукт. Но на самом деле незначительные изменения есть. Кожа смотрится более гладкой, более ровной, более ухоженной и здоровой. Да, видны все мои прыщики, все мои там нюансики и так дальше. Но все равно при этом кожа смотрится намного лучше, чем без нанесения тонального крема. Этот продукт дает эффект макияжа без макияжа. То есть максимально, естественно, максимально натурально. Если у вас, допустим, работа связана с тем, что вам нельзя ярко краситься. Или, допустим, в университет, в техникум, или еще куда-то вам нужно такое, знаете, легкое перекрытие недостатков. Чисто немножечко выровнять оттенок лица, то этот крем с этим справится идеально. Что я заметила? У меня, кстати, до сих пор насморк. Естественно, я пользуюсь носовыми платками. Вот здесь вот у меня немножко вытерся крем. Я взяла немножко на пальчик, намазала, добавила крема. И абсолютно незаметно, что я там что-то донесла. То есть оттенок везде максимально красиво, ровно смотрится. И не видно где-то каких-то проплешин, где-то каких-то погрешностей. То есть этот продукт просто идеально наслаивается. У меня даже возникали такие мысли, если вам нужно с собой на длительное время, чтобы на лице был вот такой вот, допустим, вид, как сейчас, можно носить этот крем с собой в сумочке, в любом общественном месте, например, в женскую комнату отойти. И немножко подправить, например, на крыльях носика или там на щечках, на лбу, где у вас что-то вытерется. Ну, например, на носу от маски, да. Вы можете донести пальчиками этот продукт. И он ляжет идеально. Не нужны никакие ни кисти, ни спонжи, ничего-то еще. То есть, если на ежедневной основе, то да, это средство действительно очень даже крутое. Но все-таки при выборе вот такого вот средства будьте внимательны с оттенком. У меня оттенок темнее, чем мне надо. И он явно с желтым подтоном. Это у меня номер 07. То я бы все-таки взяла оттеночек немножко светлее, чтобы прям, знаете, один в один к вашему естественному цвету. И тогда вообще беспроигрышный вариант на каждый день. Продолжение следует... Могу с уверенностью сказать, что этот продукт мне понравился. Несмотря на то, что он не перекрывает мои недостатки, но все-таки такое средство заслуживает места быть и быть в вашей косметичке, поскольку вот такой вот результат на жирной коже за 7 часов, я считаю, что это очень даже достойный результат, поскольку смотря на мое лицо, видно, что у меня оттенок желтоват везде. И это говорит нам о том, что тональный продукт по-прежнему держится на моей коже и как бы никуда пока сильно не уполз. То есть, для такого бюджетного средства, в принципе, это очень даже неплохо. И мне нравится то, что этот продукт абсолютно не виден на коже. И когда он уходит с лица, то это происходит очень постепенно, медленно, аккуратно. То есть, нету каких-то комочков, нету эффекта маски, нету каких-то, знаете, проплешин, пятен и так дальше. Его очень легко подправить, немножечко капелюсечку взять на пальчик, чик-чик и все просто супер. Наверное, этим мне это средство больше всего и нравится. Вроде бы ничего такого, но на самом деле у меня впечатления очень положительные на это средство. Не знаю, как для сухой кожи, но для комбинированной, нормальной и жирной, я думаю, подойдет очень даже достойно и очень даже хорошо. Минусов каких-то, в принципе, я не нашла. Наносится хорошо, наслаивается идеально, на коже смотрится просто супер. Ну, единственный недостаток то, что прыщики, веснушки, какие-то большие покраснения, конечно, не перекроют. Синяки под глазами тоже вряд ли замаскируют. Я еще раз повторюсь, что это средство подойдет для легкого какого-то макияжа, для того, чтобы немножко выровнять цвет кожи, немножко выровнять рельеф кожи, кожу сделать более ухоженной, более здоровой, сияющей и отдохнувшей. Вот как-то так. Хочу добавить, что это средство, естественно, не суперстойкое, то есть это средство очень хорошо вытирается, оставляет следы на одежде, на телефоне, но я думаю, это и так понятно и легко смывается обычной водой. То есть с этим средством не попадаем под мокрый снег, под дождь, в принципе, лишний раз лицо не чешем, не трем и тогда все супер. Но если носить это средство с собой в сумочке, в любом случае, в любой момент, вы можете его немножко нанести на свое лицо и все будет просто идеально. Я постаралась максимально вам подробно все рассказать и показать сегодня, но если вдруг у вас возникли какие-то дополнительные вопросы, не стесняйтесь, задавайте мне их в комментариях, я обязательно на все ваши вопросы отвечу. Ну а если это видео вам понравилось, то обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, буду рада со всеми с вами пообщаться. До скорой встречи!